Сразу 10 общеобразовательных учреждений, школы, гимназии и лицеи делегировали сегодня на фестиваль ГТО своих воспитанников. По словам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Я сегодня здесь, потому что мне нужен золотой значок ГТО. Он дает 10 баллов в ЕГЭ. Ну я, во-первых, хочу проверить свои навыки, чего я могу добиться. Ну и у меня как бы братья в полиции работают, я тоже стремлюсь поступить в органы. Хочу в Академию правосудия поступить в Краснодаре. Вот и поэтому хочется как-то попробовать себя. Для школьников организовано более 20 видов спортивных испытаний. Но сдать нормы ГТО за два дня, как планировалось изначально, не получилось. Помешала погода. Вот сегодня у нас в связи с погодными условиями произошла небольшая корректировка. И мы проводим те виды спорта, которые мы можем провести, где нам не помешает дождь. Это пулевая стрельба, плавание, подтягивание, наклоны вперед, сгибание, разгибание рук. То есть те виды спорта, которые нам можно провести под крышей. Беговые виды спорта у нас переносятся чуть позже, когда будет хорошая погода. К программе физкультурной подготовки вернулись в прошлом году. И теперь золотой или серебряный значок ГТО мечтает получить каждый выпускник школы. Елена Авсецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.